МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация с COVID-19 в России осложняется. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что с начала пандемии в стране выявили уже более 2 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, сегодня в России развернуто более 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Из них свыше 150 тысяч оснащены подачей кислорода и пятая часть оснащена аппаратами ВЛ. В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, заявила Голикова. Министерство цифрового развития запустило сервис для отслеживания контактов зараженных коронавирусом госуслуги COVID-трекер. Приложение работает следующим образом. Если пользователь узнал, что у него обнаружена инфекция COVID-19, то он сможет анонимно сообщить об этом через приложение. Тогда она разошлет всем владельцам телефонов, с которыми заболевший оказывался рядом последние две недели уведомления с датой контакта. Такое возможно благодаря специальной технологии. Смартфон ищет и запоминает данные других устройств поблизости. Через технологию Bluetooth программа постоянно отслеживает другие смартфоны в радиусе 10 метров. Все данные собираются анонимно. И приложение лишь покажет, что рядом может находиться зараженный COVID-19. И предупредит об этом. Никаких фамилий и имен. За последние сутки в России выявлено 24 326 случаев заражения коронавирусом. В Нижегородской области – 444. 180 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Сарове. Идет уже третий месяц работы Городской думы седьмого созыва. В ноябре депутаты определились с назначением председателя. Им стал Антон Ульянов. Ранее в шестом созыве он занимал должность заместителя председателя. Кандидатуру Антона Сергеевича в качестве руководителя депутаты поддержали единогласно. Для организации полноценной работы ему требуются заместители. Кого на эти посты предложил новый председатель, расскажем далее. Два освобожденных от основной работы заместителей, один не освобожденный. Такую структуру предложил новый председатель Городской думы Антон Ульянов. На должность неосвобожденного заместителя Антона Сергеевича выдвинул Евгения Михеева. Сегодня он работает в ядерном центре и возглавляет отдел по подбору персонала. И в связи с этими своими должностными обязанностями довольно много регулярно ездят по стране, по ведущим вузам страны и набирают молодых специалистов для ядерного центра. В принципе, этот функционал может представлять не только ядерный центр, но и в целом город. Евгений Михеев более 15 лет работает в ядерном центре. Кресло депутата Городской думы занимает второй созыв, возглавляет фракцию «Единой России». В качестве первого помощника, освобожденного заместителя Антона Ульянова, предложил Андрея Немчинова. Он должен помогать организовывать работу думы, взаимодействовать с аппаратом. Андрей Сергеевич у нас тоже человек достаточно опытный. И только точно так же он работник ядерного центра сегодня. Проработал уже тоже достаточно долго в ядерном центре. И также начинал с 38-го отделения. Сейчас Андрей Немчинов работает в отделе по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. Депутаты единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры. Кто будет третьим заместителем, пока неизвестно. Его кандидатуру председатель предложит, когда проанализирует работу своих коллег-депутатов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Почти в три раза планируют увеличить перечень творческих и интеллектуальных конкурсов для школьников. Сейчас в этот список входит около 250 мероприятий. В следующем году их будет уже более 650. Обновление позволит сформировать единую общедоступную систему конкурсов для школьников, собранных в одном месте по принципу одного окна. Планируется, что база этих конкурсов будет доступна по одному клику, как только документ пройдет все необходимые процедуры. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагать повышенной налоговой ставкой. Она возрастет с 13% до 15%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Эта мера позволит создать дополнительный источник финансирования для лечения детей с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. К тому же увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей. В 2022 году эти доходы возрастут до 64 миллиардов рублей, а в 2023 году до 68,5 миллиарда рублей. В Сарове начала работать горячая линия по уборке снега. О проблемах можно сообщить по телефону 9-33-38. Дорожное эксплуатационное предприятие подготовилось к оперативной очистке саровских улиц от снега, завершило перевод техники на зимний режим работы и закупило более 6 тысяч кубометров песко-соляной смеси. Напомним, что ДЭП отвечает за уборку улиц и дорог, а очисткой дворов занимаются управляющие компании. Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области предлагает всем желающим принять участие в проекте «Вместе с мамой-52». Акция приурочена к Международному дню матери. Участникам нужно собрать на одном видео поколение матерей, снять видеоролик поздравления и разместить у себя на личной странице ВКонтакте с хэштегами «Про семью-52», «Про семью-мамин день». Акция проходит с 23 по 29 ноября 2020 года. Дело дошло до суда. Долгостроя на перекрестке улиц Московская и Курчатова на протяжении пяти лет остаются актуальные проблемы для жителей близлежащих домов и всего города. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Министерство имущественных и земельных отношений подало в Нижегородский арбитражный суд два иска. Один о признании права собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим и об освобождении земельного участка. Подробности в следующем репортаже. Нам приходится обходить далеко. Почему я на Курчатова должна идти вон туда? Мы все должны идти туда. Мы здесь ходили, нам тут рядом, тут два магазина, там третий магазин, остановка. Евдокия Ивановна едва сдерживает эмоции. Всему виной печально известная стройка на углу улиц Московской и Курчатова. На протяжении нескольких лет бабушка и ее соседи вынуждены мириться с тем, что вместо зеленого пригорка под их окнами ощетинившийся арматурой котлован. Огороженная территория давно превратилась в свалку. Отрезала короткий путь до близлежащих магазинов, а однажды едва не привела к трагедии. Все дело в том, что на третьем этаже в крайней квартире у нас был пожар. И в результате пожарная машина не могла подъехать сюда. Им пришлось останавливать машину на Курчатова здесь, демонтировать лестницу и все тащить. Это вот хорошо не было открытого пламени. А если бы было? История с незавершенной стройкой на перекрестке улиц Московской и Курчатова тянется больше пяти лет. Все это время вопрос находился в подвешенном состоянии. Но, кажется, сейчас лед все-таки тронулся. На днях Министерство имущественных и земельных отношений подало в Нижегородский арбитраж два иска. Первый – о признании права собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим и об освобождении земельного участка. Как рассказал нашему каналу депутат Городской думы Алексей Волгин, если требования удовлетворят, события будут развиваться по четкому и понятному алгоритму. По практике происходит следующее. Суд принимает решение об освобождении земельного участка и предлагает, точнее, обязывает застройщиков земельный участок освободить и облагородить его, привести в первоначальное положение. Если же он это не делает, и это также прописывается в решении суда, то с таким правом наделяется Министерство имущественных отношений, которые за счет бюджетных средств восстанавливают земельный участок и эти расходы опять же перекладывают на застройщиков. Взыскивает их тоже в судебном порядке. Второй иск, с которым региональное министерство обратилось в суд, касается неосновательного обогащения. Речь идет о сумме с пятью нулями, которую мог бы получить городской бюджет. Происходит пользование земельным участком, и за него должна платиться аренда. И в какой-то момент мы направили запросы в органы, власти, в том числе Нижегородской области, в Нашекуми, запросили информацию об уплаченной арендной плате за данный земельный участок. Выяснилось, что за четыре года застройщики, арендаторы этого земельного участка, не заплатили ни рубля, и в итоге у них уже долг более 700 тысяч рублей на текущий момент. Как показала практика, такие дела арбитраж рассматривает несколько месяцев. А значит, уже следующей весной Евдокия Ивановна и ее соседи наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Но не будем забегать вперед. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. ЗАГС готовится к капитальному ремонту. В последний раз здание ремонтировали в 2000 году. Пока работа находится на стадии разработки проектной документации. Изменения затронуты, внешний вид и внутреннюю планировку здания. Обновят зол торжеств, сделает фотозону. Подробности далее. Розовые стены, лестница ручейком и окна шестигранником. К счастью, больше без подковы. Угловой дом на улице Московской знает каждый саровчанин. Больше 30 лет здесь соединяют сердца и судьбы. Отмечают главные вехи жизненного пути человека от начала и до самого конца. А сейчас на пороге радостных событий стоит и сам городской отдел ЗАГС. Здание ждет первый за 20 лет капитальный ремонт. Обновят как внутреннее убранство, так и внешний фасад здания. Кому-то мы ходим на свадьбу друзей, родственников. Ассоциация именно с ЗАГСом. С торжеством с каким-то. Именно со свадьбами. Поэтому хочется что-то светлого, солнечного. Я думаю, что цветовая гамма будет утверждена с учетом мнений жителей города, конечно. Все концепции, которые саровчане уже успели увидеть и обсудить в интернете, носят исключительно ознакомительный характер. Так что раньше времени бушевать не стоит. Проект будущего капитального ремонта еще прорабатывается. А поскольку городской отдел ЗАГС напрямую подчиняется региональным властям, то и сроки будут зависеть от тех решений, которые примут в Нижнем Новгороде. В этом году очень хотелось бы утвердить дизайнерский проект «Смету» в Нижегород «Смете». И только после этого, в 2021 году, будет решаться, в какой период начнется этот капитальный ремонт. Потому что надо вопрос тогда ставить, будем ли мы переезжать в другое здание, или на время этого капитального ремонта останемся здесь. Потому что работа ЗАГСа не может быть прекращена, независимый капитальный ремонт или еще какие-то условия. И она идет полным ходом. С небольшой поправкой на эпид-обстановку. В соответствии с указом губернатора, отдел ЗАГС принимает граждан только по предварительной записи. За исключением случаев государственной регистрации рождения и смерти. Торжественные церемонии бракосочетания тоже никуда не делись. Вот только большую компанию, как раньше, собрать пока не получится. Один человек на 4 квадратных метра. То есть, если наш зал бракосочетания где-то 44-45 квадратных метров, ну вот в зале на торжественную церемонию обычно присутствует 10 человек. Это с учетом жениха и невесты, ведущего торжественной церемонии и приглашенных их гостей. А пока остается надеяться, что в следующем году коронавирус будет повержен. Все ограничения снимут, а произносить свои клятвы молодожены будут в красивом, обновленном и современном здании ЗАГС. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Один из сервисов бронирования жилья для отдыха провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы узнать, где Россия не будет встречать Новый год. Большинство респондентов решили остаться на эти праздники дома, и лишь 4% опрошенных планируют отдыхать за границей. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, где они планируют встретить Новый год. Подавляющее большинство, 94%, решили провести это время дома. Вариант в гостях выбрали 2% участников опроса. Столько же решили отметить праздник за границей. В другие города России никто не собирается. Домашний матч 15-го тура чемпионат области по футболу закончился для нашей команды проигрышем. Саровчане принимали на своем поле команду из Богородска. Это один из лидеров чемпионата. «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы. Саровчане набрали лишь 7 очков и находятся на 8-м месте. Подробности в следующем репортаже. Последний домашний матч для футбольной команды нашего города начался с обороны. Соперник Богородский «Спартак» быстро включился в игру и начал забивать первые мячи в ворота саровчан. В результате к концу первого тайма табло показывало счет 0-5 в пользу гостей. В первом тайме, наверное, немного не угадали составом, с позициями. В первом тайме какие-то мысли тренер не донес, видимо, до игроков. Но в перерыве поговорили, обсудили, что делаем не так. И на второй тайм вышли уже лучше. Даже, считай, если бы судья более внимательно смотрел, наверное, мы бы второй тайм выиграли по результату. Во втором тайме саровские футболисты действительно собрались. Начали атаковать ворота противника и даже забили два мяча. Но гости не дали ни единого шанса сравнять счет, а уж тем более обойти себя. Богородск закончил матч со счетом 2-7. Против нас сегодня была хорошая команда, пока действующий чемпион. И, в принципе, мы показали во втором тайме, что все-таки мы можем играть с такими командами. Но результат пока оставляет желать лучшего. Комплексно нужно подходить к вопросу. У нас и кадровые проблемы, и тренерские проблемы, и проблемы с финансированием. Надеюсь, смотрим с надеждой в будущее, в будущий сезон. Надеюсь, все получится. Перспективы есть. 1-9 в игре с волной М, 1-5 с салютом Сормова. Череда проигрышей для саровчан сказалась на турнирной таблице чемпионата Нижегородской области. Сейчас они занимают предпоследнюю строчку. Заключительный матч этого сезона наша команда проведет на выезде. Футбольный клуб «Саров» сыграет с выксовским «Металлургом» 28 ноября. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова